Мы хотим внедрить вот эту электронную систему, которая внедряется в Алмате. Для чего это делается? То есть будет приходить выручка в автобусные парки, минуя водителя. Водители будут получать только зарплату. Вы все уверены, что люди будут платить по этой карточке? Ну а почему нет? Во всем мире платят. Но в советские времена мы же платили, покупали абонент и через компостер проводили. Люди же платили же. Водитель не получал. На то есть? Кто-то заплатит, кто-то нет. Были контролеры, которые проверяли. Сейчас будут тоже выходить контролеры, будут проверять. Там штраф 10 тысяч тенге. Но один раз не заплатил, второй раз поймают и заплатит человек. Но людям-то удобнее платить с твоим карточком. Люди же научились пополнять сотки через терминалы. Сейчас через терминалы оплачиваются и коммунальные услуги, и оплачиваются сотки. Люди постоянно же пополняют. Но не может он пополнить на 5 тысяч тенге, пополнить на 200 тенге, на 300 тенге. То есть оплатит 2-3 проезда себе. Как-то будут люди учиться. Я почему хочу за эту систему? Потому что когда вот эта будет система работать, водители будут получать зарплату, они будут устраивать вот эти гонки. Но эта система должна заработать одновременно во всем городе Чемкете. То есть все водители всех автобусов будут получать тогда зарплату, они не будут устраивать гонки. Каждый будет ездить по своему расписанию. А это возможно договориться об этом, вот с этими компаниями? Все транспортные компании против этого. Почему? Потому что тогда им придется платить по закону все налоги. А они никто не хотят платить эти налоги. Вот таким городом выступал. Он говорил, что в городе Караганде налогов платит население больше, чем в Чемкенте. Хотя в Чемкенте население больше. Он считает, что там заработные платы выше. А я считаю, что у нас просто налоги не платят. Водитель приезжает, проводит пластиковую карточку, автобус заехал на базу. Подошел к заправке, там нет никакого заправчика. Он опять пластиковую карточку провел, сам взял, заправил, дальше поехал. То есть никто там не бегает. Если что-то помолвался в автобусе, приезжает в сервисную службу, полностью ремонтирует автобус. Им не надо вот эти нести расходы по ремонту и обслуживанию. То есть у нас это еще как бы очень далеко. Единственное, как бы могу привести пример, мини-кластер, это то, что у нас сейчас, мы когда заключали договор, к нам из Китая приехала сервисная служба, полностью которой взяла на обслуживание наши автобусы на два года. Год уже прошел, проводят обучение наших сотрудников, которые первоначально съездили в Китай, прошли обучение в Китай на заводе. И как бы здесь параллельно работать с китайскими сотрудниками, китайцы постоянно проводят ротации, то есть каждые 2-3 месяца приезжают новые сотрудники, и приезжают их сотрудники из других служб. Например, если на наши автобусы поставка швань моторов Ютонг, это сам производитель автобусов, у него, соответственно, комплектующие тоже из других заводов. То есть, например, моторы поставляются компанией Вичай, мосты Дон Фен. То есть, с этих компаний тоже приезжают постоянные представители и мониторят ситуацию. То есть, они приезжают с ноутбуками и полностью проводят диагностику ежедневно наших моторов, ходовой части и так далее. Что нужно, чтобы подобный кластер у нас стал существовать? Ну, я так думаю, что у нас сейчас, например, на базе есть собственная производственная служба. Мы сами полностью ремонтируем автобусы. В других компаниях нету производственной базы, там работают частники. Я так думаю, что у каждой компании должна быть своя собственная производственная база, которая будет ремонтировать. И может быть какие-то сервисные службы, которым будет давать на аутсорсинг. Например, с расширением мы можем какую-то часть отдать какой-то компании, которая будет сервисом заниматься. То есть, сервисом моторов, например, китайского производства, моторов Вичай. То есть, например, компания какая-то, сами производственники заключат с нами договор, скажут, мы сами будем полностью обслуживать. Мы им отдадим эту часть. Другая компания тоже отдаст им. Есть, например, автобусы Шаолин, Дон Фен. Они могут им отдать. То есть, эта компания будет заниматься сервисом на аутсорсинге моторов. Другая компания возьмет обслуживание электрическую часть. Другая компания ходовку и так далее. То есть, мы сэкономим, мы не будем держать такое количество сотрудников. Другие компании не будут держать. Мы будем как бы на аутсорсинг отдавать. То есть, будет их не приезжать специалисты, это все ремонтирует нам. Упорная ситуация 2012 года, когда там тариф 30 тенге держали, 4 года, не подписывали. О концовке здесь автобусы начали маршрутами бросать и уезжать в другие города, продавать автобусы. Сейчас ситуация совершенно такая. В 2015 году все перевозчики собрались и хотели поднять тариф до 70 тенге. Это было еще до девальвации в 183 тенге. Сейчас уже 370 сегодня. Мы за самую страшную ситуацию представим, что остановились. Вот вы остановились. Понятно, город не доведет до этого. Сколько у нас автобусов останется на обслуживание города? Газ ушел. Мы последними остановимся. В первую очередь уйдут дизельные. Они уже еле работают. Вот за последний год ни одного автобуса не привезли из Китая. Наоборот, отсюда автобусы распродают. В Тарас, Павлодар уходят. Спросите у любого там. Обновлений нет, наоборот, старые автобусы, которые здесь были еще в 2013-2014 году только разовезли, их наоборот распродают сейчас в другие города. Потому что даже в Тарасе 65 тенге тариф. Не выгодно. Зачем ему здесь работать за 50 тенге, когда он может уехать в Павлодар или у Скаменогорска, и там работать за 70 тенге? Сейчас вам отец какой тариф? 80 тенге. Плюс дотация. А вы не забывайте, что пассажиропоток в Чемкенте в 4 раза меньше, чем в Алмате. Если у нас средний пассажиропоток в 500 человек, у них 2000 человек. У нас почему-то ссылается на то, что в городе Чемкенте у людей доходы меньше. Но у транспортников-то расходы-то одинаковые с Алматой. Мы покрышки покупаем такие же, какие они покупают. Мы массу покупаем такой же, какие они покупают. В запчасти все то же самое. Да, зарплата водителям там выше. И все, только один пункт. Но остальные все расходы-то у нас одинаковые. А зарплата это не 90% тарифа. Это всего лишь там 2-3% от тарифа. Топливо, топливо в Сибистормусе составляет 40% топлива. Топливо-то, извините, у нас с 2012 года на сколько поднялось. Нам когда обещали газа 42 тенге, нас заставили за 54 подписать. Изначально, когда мы этот проект запускали, в Алмате для коммунальщиков цена была 42 тенге. Нам тоже сказали, будет такая стена 42. А потом, когда мы все привезли автобусы, нас поставили перед фактом, сказали, нет, будет 54 тенге, как всем. А для алматинского транспорта, Алматы электротранспорта, там льготный тариф был, 42 тенге.